Девушки отдыхают 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 и в социальных сетях. Затем слышатся призывы отменить человека, что означает фактически положить конец его карьере. Учитывая все ее плюсы и минусы, культура отмены, похоже, вышла из-под контроля, когда дело доходит до трансобщества. На самом деле это стало новой формой запугивания толпы, чтобы разрушить карьеру любого, кто осмеливается бросить вызов нарративу общества о гендерах и сексуальности. На любую незначительную критику или шутку, направленную против трансгендерного сообщества, реагирует к леведнической кампании и шквалам оскорблений и намеков. В октябре прошлого года стендап-комик-афроамериканец Дэйв Шапелл подвергся резкой критике после того, как его специальное шоу на Netflix возмутило трансгендерное сообщество. В своем специальном выпуске Шапелл просто сказал, что гендер — это факт, и ЛГБТ слишком чувствительны. Вскоре он стал мишенью культуры отмены. Он стал мишенью культуры отмены. Рассказали о закреплении. Рассказали мое оценивание из этих фестивальных фестивалах. И сейчас, сегодня, сегодня, не такая компания не будет. Ни одна из фестивальных 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 фестиваль, никто не сможет оцениться к этому фестивальному. Благодаря Богу, что Стерн Саранцуз и Netflix, он еще не будет снаряд. Пожалуй, самый знаменитый мишенью этой агрессивной практики стала писательница Джей Кей Роллинг. Чрезвычайно популярная создательница серии Гарри Поттера неоднократно отменялась из-за ее комментариев, которые транс-сообщество считало трансфобными. Первоначально в июне 2020 года Роллинг навлекла на себя резкую критику со стороны этого сообщества за возражение против отказа от слова «женщины». В одном из своих твитов она написала «Люди, у которых менструация, должно быть какое-то слово для обозначения этих людей. Кто-нибудь мне помогите? Вымбен, Вимпунт, Бумут». Ролик также подверглась к критике за оспаривание идеи о том, что мужского и женского полов не существует. Она написала «Если полов не существует, то нет и влечения к представителям одного пола. Если полов не существует, живая реальность женщин во всем мире стирается. Я знаю и люблю трансгендерных людей, но стирание понятия пола лишает многих из них возможности осмысленно обсудить свою жизнь. Говорить правду – это не ненависть». Несмотря на то, что Роллинг по-прежнему пользуется огромной популярностью во всем мире, она не смогла избежать культуры отмены. На специальном выпуске «Воссоединение», посвященном 20-летию Гарри Поттера, премьера которого составила с 1 января на телеканале HBO Max, Джей Кей Роллинг имела лишь незначительное присутствие. Газета «Вашингтон пост» предположила, что кинокомпания Warner Bros. не хотела, чтобы шоу несло какой-либо намек на разногласие. На самом деле, ей не разрешили присутствовать там, чтобы отпраздновать свою собственную книгу. Одна из самых значительных культурных фигур последних двух десятилетий была практически отменена за ее довольно мягкий комментарий о транс-сообществе. Теперь Роллинг подверглась новой волне критики после того, как поделилась статьей, в которой возражала против объявленной полиции Шотландии политики классификации насильников как женщин, если они сами идентифицируют себя как таковые. В то время как комментарии Роллинг о полах и гендерах вызвали нападки на ее репутацию, новый опрос Расмуссона показывает, что 75% взрослых американцев согласны с ней. По данным исследовательской фирмы, последний национальный телефонный и онлайн опрос Расмуссона Репортс показывает, что 75% взрослых американцев согласны с тем, что существует только два пола – мужской и женский. Культура отмены в руках транс-сообщества создала спираль молчания, которая лишает других людей свободы самовыражения, запугивая их и заставляя молчать. Она превратилась в агрессивную силу, направленную на то, чтобы обратить вспять дискриминацию большинства в интересах меньшинства, не оставив места дискуссии и диалогу. Продолжение следует...